Музыка позднего ренессанса Барочные мандолины и струнно-плекторный бас сыграли для гостей вечера старинные музыкальные произведения. Барочная мандолина или лютня-сопрано является родственницей других струнных инструментов и прародительницей классической мандолины. Конструктивной особенностью этого инструмента является наличие парных струн, что требует от музыканта в игре на ней особого мастерства. Изготавливается лютня из выдержанной древесины высокого качества, в частности из клёна и ели, со вставками из слоновой кости, фрагментами панциря-черепахи и перламутра. КОНЕЦ Торквинио Мирула, Андреа Фалканиери, Аббат Раниери Капони, Маурицо Кацати и Карл Фридрих Абель. В исполнении струнного трио в кирхе прозвучали сочинения композиторов XVI и XVII столетий. Соответственно, элитарному статусу лютник, музыкантам, которые владели игрой на ней, испокон веков было особое уважение и почёт, ведь лютнисты аккомпанировали торжественным событием при королевских дворах. Замечательно, что эти мелодии продолжают звучать и в наши дни, с соблюдением всех нюансов данной музыкальной традиции. Перо аэста достаточно прочное для того, чтобы извлекать звук. Оно используется в перо больших птиц. Пыталась с павлинием пером играть, но оно не звучит. И за счёт вот этих струнок так можно играть в пельт, да? Да. Спасибо большое. Мы вообще первый раз в Пельне и вообще очень, как бы по случаю, да, но очень понравилось. Концерт замечательный. Звук просто завораживает. Какое устание. Спасибо. Спасибо. Приятно, когда исполняем аутентичных инструментах. Живо, выразительно, хороший здесь звук, акустика. Мы приходим часто, это традиция. И с большим удовольствием всегда. Здесь всегда прекрасный концерт. Отвлекаем душой. Спасибо. Спасибо.